Добрый день, коллеги! Я Максим Пупков, эксперт-консультант Плюс по корпоративному праву. Каждый день мы создаем для вас новые аналитические материалы. Я думаю, вы уже заметили, что самые актуальные из них мы теперь размещаем прямо у текста закона. Так, около статьи 53.1 ГК вы всегда сможете найти важнейшую практику о взыскании убытков директоров компаний, о чем мы сегодня и поговорим. За год арбитражные суды рассматривают около 700 споров с директором и удовлетворяют примерно треть исков. Эти споры могут касаться как сложных схем по выводу активов, так и элементарного завышения директором собственной зарплаты. Но так или иначе, по каждому третьему такому делу приходится судиться до самой кассации. Для того, чтобы избежать напрасных судебных тяжб, а по возможности самих убытков, нужно понимать, как директор должен вести дела компании и за что именно он отвечает. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим три вопроса. Разумеется, мы начнем с норм об ответственности директора и в частности рассмотрим смысл конструкции, добросовестность и разумность. Затем на конкретных примерах мы посмотрим, что такое недобросовестность и неразумность. И в завершении мы разберем практическую сторону иска к директору. Итак, давайте обратимся к закону. В статье 53 ГК указано, что директор должен действовать в интересах юрлица добросовестно и разумно. А в следующей статье кодекса написано, что директор отвечает за убытки, если он нарушил эту обязанность. И по большому счету это все, что сказано в законе об ответственности директора. Однако такое лаконичное регулирование не является пробелом законодательства. Сейчас мы разберемся, почему. Предполагается, что единственная задача директора — это работать на достижение цели юрлица. Очевидно, что чем меньше рамок сдерживает директора, тем больше у него возможностей эту задачу выполнить. К примеру, целью коммерческой организации является прибыль. По большому счету, какая разница, как директор эту прибыль обеспечит, если он не нарушает закон или чита права. Поэтому закон предписывает директору не что делать, а лишь как действовать. Фактически директор может совершать любые законные действия, но в определенных рамках, обусловленных целью. Эти рамки — это и есть добросовестность и разумность. И уж коль скоро закон наделяет директора такой свободой действий, то и суды не могут постфактум указывать ему, что он должен был делать в конкретной ситуации. Поэтому суды оценивают не правильность действий директора, а лишь подход директора к принятию решений. Иными словами, суды оценивают, не вышел ли директор за рамки добросовестности и разумности. Противное бы привело к тому, что собственники стали бы перекладывать на директора все убытки от предпринимательской деятельности, которая по определению носит рисковый характер. В этой связи высшие суды дважды разъяснили, что директора нельзя привлечь к ответственности, если его действия не вышли за рамки обычного предпринимательского риска. Теперь давайте подробнее обсудим, что такое добросовестность и разумность, и на примерах посмотрим признаки недобросовестности и неразумности. Начнем с разумности. Предполагается, что разумный директор — это такой директор, который ведет дела компании, как хороший хозяин. Главным образом разумность задает подход директора к информации при принятии решений. Пленум ВАЗ выделил три признака неразумного поведения директора. Первый признак состоит в том, что директор не получает значимую информацию перед принятием решения. Например, директор планирует совершить сделку по отчуждению актива, но не заказывает оценку и в итоге отчуждает актив по цене в два раза ниже рыночной. Второй признак неразумного поведения зеркально отражает первый. И выражается в том, что директор обладает значимой информацией, но самонадеянно ее игнорирует. Вместе оба этих признака можно выразить, как знал или должен был знать. Третий признак скорее формальный и выражается в том, что директор игнорирует принятые в обществе процедуры при совершении сделок. Например, не согласует сделку с бухгалтерией или юротделом. Теперь давайте поговорим о добросовестности. Добросовестность кратко можно выразить как обязанность директора быть лояльным юрлицу. В собственном смысле это означает, что директор не должен подменять интерес юрлица своим собственным интересом. Полинувас также выделил признаки недобросовестности, их пять. Первый признак недобросовестности выражается в том, что директор действует, скрывая от участников информацию о том, что у него и у юрлица есть конфликт интересов. Например, директор совершает сделку, скрыв информацию о том, что он в ней заинтересован. Второй признак похож на первый и выражается в том, что директор скрывает от участников информацию уже о самой сделке. Например, директор отчуждает актив по заниженной цене, но не отражает это в отчетности или вносит в отчетность некорректную искаженную информацию. Третий признак выражается в том, что директор удерживает у себя компрометирующие его документы даже после увольнения. Четвертый признак проявляется, когда директор действует заведомо ущерб интересам юрлица. Например, директор совершает сделку, заведомо зная, что контрагент это фирма-однодневка или заведомо зная, что сделка является убыточной. Однако последний признак не всегда работает. Если директор совершает заведомо убыточную сделку для того, чтобы избежать больших убытков в будущем или для того, чтобы получить прибыль, то очевидно, что он действует в интересах юрлица и выски к такому директору откажет. И последний, пятый признак нетобросовестного поведения — это совершение сделки без согласия уполномоченного органа юрлица тогда, когда такое согласие требуется. Здесь нужно сделать два важных уточнения. Во-первых, убытки можно взыскать только тогда, когда они есть. Поэтому если директор совершил сделку без согласия уполномоченного органа юрлица, но на рыночных условиях, то очевидно, что убытков нету и привлекать директора просто не за что. Обратно, если директор совершил сделку пусть и с одобрением, но по заниженной цене, то директора могут привлечь к ответственности, потому что он несет самостоятельную обязанность перед юрлицом действовать добросовестно и разумно. Также нужно уточнить, что для того, чтобы привлечь директора к ответственности за совершение неодобренной сделки, совершенно не обязательно оспаривать саму такую сделку. Кроме того, иск директора удовлетворят, даже если ранее суд отказал в признании недействительной сделки заинтересованностью или крупной сделки. Стоит также добавить, что иногда эти признаки пересекаются и невозможно отличить одно от другого. Тогда суды ссылаются и на недобросовестность, и на неразумность. Если вы не запомнили какие-то из этих признаков, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы была есть на суть. Конкретный список признаков и примеры их применения вы всегда сможете найти справа от статей об ответственности директора. Теперь, когда мы вооружены пониманием конструкции добросовестности и разумности, не лишним будет поговорить о практической стороне иска к директору. Мы знаем, что юрлицо действует вовне через свои органы, в частности через директора. Но если директор причинил убытки, то вряд ли стоит от него ожидать, что он пойдет в суд против самого себя. Поэтому от имени юрлица с иском к директору может обратиться участник. Причем даже такой участник, который пришел в общество уже после того, как были причинены убытки. Однако здесь есть одна тонкость. Она касается ситуации, когда убытки причинил директор, который был еще единственным участником. Дело в том, что если директор является еще единственным участником, то предполагается, что он и есть юрлицо, и поэтому он причиняет убытки сам себе. То есть изыскать их будет нельзя. Поэтому иск нового участника к такому директору удовлетворят только в части тех убытков, которые возникли уже после того, как директор перестал быть единственным участником. Еще вопрос. Можно ли взыскать убытки с директора, который был назначен на должность незаконно, либо с теневого директора? Ответ на этот вопрос дает нам статья 53.1 ГК. Да, можно, потому что она распространяется не только на должностных лиц юрлица, но и на контролирующих лиц. То есть на тех, кто имеет фактическую возможность давать указание юрлицу. Что нужно знать о доказывании убытков? Если не доказан их точный размер, то в иске вам не откажут, но скорее всего взыщут по минимуму. Поэтому желательно представить суду точный расчет. Также не является основанием для отказа в иске то, что убытки можно взыскать иным способом. Конечно, убытки взыскиваются в пользу юрлица, а не в пользу истца-участника. Во-вторых, именно на истце лежит бремя доказывания недобросовестности и неразумности директора. Однако мы рекомендуем директору занять активную позицию в процессе и давать суду пояснение. Иначе, если доводы истца окажутся убедительными, а директор будет отмалчиваться, то суд переложит бремя доказывания добросовестности и разумности уже на директора. Например, участник может обратиться в суд из-за того, что в результате действий директора юрлицо оштрафовали за нарушение налогового законодательства. Кстати, такие иски активно заявляются и суды их удовлетворяют. В таком случае директор может ссылаться на то, что он допустил нарушение просто потому, что практика применения какой-то налоговой нормы на момент совершения действий еще не сложилась. А вот на то, что директор действовал в интересах или даже по поручению кого-то из участника, директор ссылаться не может, потому что он несет самостоятельную обязанность перед верлецом действовать добросовестно и разумно. Ну и, конечно, для привлечения к ответственности нужна еще и причинно-следственная связь. На практике она, как правило, очевидна, поэтому суды обращают на нее внимание только тогда, когда хотят отказать из-за отсутствия этой связи. Так суды могут посчитать, что причинная связь отсутствует, когда она не исключительная. То есть, когда помимо действий директора существуют иные причины, которые повлекли убытки. И, безусловно, суд сочтет, что причинная связь отсутствует, если не доказано, что убытки повлекли именно действия директора, а не действия каких-то других лиц. Означает ли это, что директор вовсе не отвечает за действия других лиц, например, работников, представителей, контрагентов. Нет не означает, директор отвечает, но при условии, что контроль и подбор таких лиц входил в компетенцию директора, исходя из обычной практики и масштабов юрлица. Конечно, директор не может уследить за каждым своим подчиненным, да и не должен этого делать. Судебная практика исходит из того, что директор должен организовать процессы в юрлице таким образом, чтобы подчиненные, следуя этим процессам, не причиняли убытки. Если процессы организованы правильно и ошибся конкретный исполнитель, то директора привлечь к ответственности нельзя. Если процесс организованный из рук вон плохо, то иск директору будет удовлетворен. Что ж, давайте подытожим. Закон не предписывает директору совершать какие-то определенные действия. Закон лишь задает рамки, внутри которых директор действует свободно. Поэтому и суды не проверяют правильность действий директора и не указывают ему, что он должен был делать в конкретной ситуации. Суды лишь проверяют подход директора к принятию решений. Подход директора должен быть подходом хорошего хозяина, лояльного юрлицу. То есть директор должен быть разумным и добросовестным. Пленум ВАЗ выделил 8 признаков недобросовестности и неразумности. Если вы участник юрлица, которому причинены убытки, и вы считаете, что в них виноват директор, то вам следует обратить внимание на следующее. Во-первых, проверьте, не вышел ли директор за рамки процедур, которые предписаны ему законом и локальными актами юрлица. То есть посмотрите, получил ли директор согласие на сделку от уполномоченного органа юрлица, согласовал ли он сделку с бухгалтерской службой или с юротделом. По проверке, не вышел ли директор за рамки своих полномочий. Во-вторых, проверьте, собрал ли директор всю значимую информацию перед совершением сделки. Например, заказал ли он оценку перед отчуждением актива. И проверьте, как директор учел эту информацию при совершении сделки. Ну и в-третьих, посмотрите, не скрывал ли директор информацию о своих решениях. Отразил ли он эту информацию в отчетности, имеются ли в наличии оправдательные документы. Если вы обнаружили нарушение в действиях директора, то можете идти в суд. Однако помните, что наличие в убытках само по себе не означает, что в них виноват директор. Не игнорируйте причинно-следственную связь, иначе это может выйти вам боком на суде. Если вы директор, то, во-первых, вам нужно знать закон и локальные акты, которые регулируют вашу деятельность. И прочие процессы в юрлице. Во-вторых, вам стоит позаботиться о надлежащем документообороте. Не игнорируйте оправдательные документы. После увольнения передайте все документы юрлица новому директору по описи. Возможно, вам следует провести инвентаризацию. Ну и в-третьих, позаботьтесь о надлежащей организации процессов в юрлице. Помните, что вы не отвечаете за каждого работника, но вы отвечаете за свои предписания. Ну и если дело дошло до суда, то занимайте активную позицию и давайте суду пояснение. Все сказанное в систематизированном тезисном виде вы всегда сможете найти в продукте «Консультант Плюс» важнейшая практика рядом со статьями Кодекса и Законов об ответственности директора. Спасибо за внимание, коллеги. Продолжение следует...